Главный идеолог Трампа Стив Беннон подтвердил прошлые прогнозы, заявив, что переворот США назначен на 4 ноября нынешнего года. Переворот, подготовленный и уже не зависящий от итогов голосования, победит Трамп или нет, неаконы все равно собираются его убирать. Притом следом идет уже открытая диктатура меньшинств, в стиле Третьего Рейха, с гонениями несогласных и тоталитарным контролем за всеми остальными. Как подготовили Америку к введению диктатуры и что ждет в ближайшие дни уже известно. Как известно и то, что старому миру осталось существовать чуть больше 40 дней. О том, что мир изменился, в последние годы не писал только лентяй. Кризис либерализма, диктатура меньшинств, оцифровка населения и прочие проекты новых троцкистов-неаконов, правящих миром с момента крушения СССР, привели однополярный мир к краю. У всех только оставались лишь вопросы, когда и что будет после. На первый, с большей долей вероятности, ответил последний американский патриот. Как его называют СМИ, идеолог Трампа, который втащил его в Белый дом, Стив Беннон. 4 ноября начнется война, считает Стив Беннон, которого называют одним из творцов победы Трампа в 2016 году. Беннон дал Фокс-Невс первое интервью после предъявления ему обвинений в мошенничестве. Сам он считает произошедшее местью как раз за Трампа и дает свой прогноз на выборы. Видно, американский консерватор уверен, что 3 ноября победит действующий президент, а вот там уже дальше все и начнется. Продемократические прокуроры на местах станут оспаривать успех, подключится толпа, а решающее слово скажут медиагиганты. Твиттер и Фейсбук также не признают Трампа, сообщили наши источники. Собственно, Беннон не открыл Америку. То, что даже не США, а весь мир может измениться именно 4 ноября, в день, когда 400 лет назад народное ополчение Минина и пожарского изгнала предков нынешних троцкистов из Кремля, понимают многие. В РФ этот день почему-то называют Днем Народного Единства. Не скрывается и то, что неаконы, глобалисты и леволибералы больше не собираются играть в свободу и демократию и взяли четкий курс на введение диктатуры меньшинств и сбоев. В виде избрания Трампа больше терпеть не намерены. Коронабесие, как очередной проект троцкистов-неаконов, лишь ускорил процесс. Согласно одному из озвученных местными СМИ сценариев, после отказа Трампа признать свое поражение, а по мнению либеральных журналистов, активистов БЛМ, пи***расов, звезд Голливуда и всех остальных светлоликих граждан США выиграть он не может в принципе, даже несмотря на то, что против него идет обвиняемый в коррупции даже на Украине престарелый маразматик Джо Байден. Тот не уйдет из Белого дома, и нужно думать о его свержении. Журнал «Политика» провел опрос нескольких десятков чиновников, военных и топ-менеджеров ведущих американских корпораций, которые перечислили факторы, способные вызвать идеальный шторм в день выборов. Это общественный психоз вокруг пресловутой пандемии. Проблемы, создаваемые голосованием по почте. Вмешательство извне. И, мол, главный дестабилизирующий фактор – вулкан, то есть сам Дональд Трамп на посту президента. Мы оцениваем с высокой степенью вероятности, что ноябрьские выборы будут отменены хаотичным правовым и политическим ландшафтом. Победитель, может, и не станет известен в ночь выборов, так как чиновники подсчитывают бюллетени по почте. Этот период неопределенности дает беспринципному кандидату возможность поставить под сомнение легитимность процесса и организовать беспрецедентную атаку на результат.